Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Министерство финансов Соединенных Штатов Америки начинает крупнейшее расследование по поводу нарушения санкций. Вот о чем идет речь. Известно, что для фашистской России установлен потолок максимальной цены на нефть, собственно говоря, по которой он может продавать свою российско-фашистскую, так сказать, нефть. Но есть очень умные компании, их порядка 30 штук, которые используют порядка сотни, может чуть больше, может чуть меньше, старых танкеров, которые они накупили за путинские деньги. И они организовали Путину такую торговлю, пользуясь страховкой каких-то непонятных, мутных страховых агентств. Ну, явно не Лойда, да? И, собственно говоря, организовали для Путина торговлю нефтью в обход санкций с превышением вот этой максимально допустимой цены. Вот это фабула этой истории. Что теперь будет? Соединенные Штаты Америки и раньше, в принципе, проводили подобного рода точечные расследования в отношении одной-двух компаний. Сейчас же письма счастья от американского Минфина прилетело сразу в 30 компаний, причем это не американские компании. И порядка на 100 судов, да, к 100 судам, да, кораблям, то есть. И что теперь? Вот эти все компании, которые этим занимаются, они должны ответить за сколько, когда и как, при каких обстоятельствах продавалась нефть за это время. Ежели они этого не сделают. Или начнут лгать, а вы же понимаете, что американцы, когда они подобные вещи спрашивают, у них уже есть вот такие папки с документами, что, чего, когда и как продавалась. Потому что, чтобы вы понимали, разведка у Минфина Соединенных Штатов Америки такая, ну, которая, скажем так, ЦРУ сильно будет завидовать. Поверьте, это самое могущественное министерство в Соединенных Штатах. И они могут расследование проводить, в принципе, в любой точке земного шара. И они знают очень все, скажем так, очень многое обо всех. Почему они запрашивают вот эти компании? Ну, это же для формально, для соблюдения процедуры. Перед их, так сказать, аннигиляцией вот этих вот компаний лгунов, компаний бесчестных, которые помогают Путину продавать путинскую нефть. И вот теперь посмотрим, как они будут выкручиваться. Смысл того, как они работали, я же говорю, они взяли, они накупили старых танкеров, которые мало стоят. Которые, ну, готовы, уже готовились, собственно говоря, к списанию, которые не жалко. Они нашли или организовали какие-то вообще левые страховые компании, которые, конечно же, не могут нормально застраховать. Но эти корабли формально получали такую страховку, которой было достаточно для того, чтобы появиться в нескольких точках земного шара. Понятно, что эти корабли уже никогда никуда не пойдут, в Европу их не пустят и так далее. Ну, а теперь, теперь за этими вот сотней танкеров будет настоящая охота. И любой, вот представьте себе, когда он приходит в любой порт, а этот корабль в черном списке. Все. Дойти до этого порта он уже не может. И так далее. Любой, кто с ним имеет дело, соответственно, сам влетает в черный список. Ведь американцы не зря, они подождали некоторое время. А вот за... Путин пытался обходить эти санкции приблизительно полгода. И вот за эти полгода они составили список, с какого корабля на какой перекачивается. Нефть в море. С тем, чтобы скрыть, что это нефть путинская, да. А там, допустим, смешали с саудовской нефтью. Условно говорю, да. Еще с какой-то нефтью. Или с казахстанской нефтью смешали. Еще что-то наколопуцали. Получилось вроде уже и не путинская нефть. Вот таким вот образом. То есть, делали всякие шахермахеры, всякие движения, которые не позволяли, вроде бы, конечному потребителю понять, что нефть, которую ему привезли, это подсанкционная нефть из так называемой России. Вот и все. Американцы эти все цепочки отследили. И сейчас вот эта вся, вот эта братья, которая этим занималась, они все влетят под санкции. А дальше что, с ними не захотят никто иметь дело? Эти корабли будут ни в кожу вообще ни в один порт в мире. И так далее. То есть, а любой, кто с ними будет иметь дело, тоже влетит под санкции. Под вторичные. Вот, собственно, и все. Поэтому Путину придется искать новые компании, новые страховые организовать какие-то. Опять все сначала придется делать. Новые танкера для этого всего искать. Американцы опять их будут гасить. Ну, это, как говорится, бесконечная игра в кошки-мышки.